С 28 декабря жильцы многоквартирных домов смогут получать компенсацию за непредоставленные коммунальные услуги. Авторы закона считают, что это сможет изменить качество предоставляемых коммунальных услуг. Так ли это на самом деле, попытаемся разобраться в программе главной новости. Оставайтесь с нами ближайшие 25 минут. Напоминаю, телефон прямого эфира. Для вас работает у нас телефон для бесплатных звонков 8 800 532 55, а также телефон 511 99 66. Звоните, задавайте свои вопросы. Тем более, что сегодня экспертом в нашей программе выступает директор центра ЖКХ контроль Дмитрий Романов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте сначала попытаемся разобраться в том, что изменилось в рамках закона. Как теперь мы сможем получить эту компенсацию за непредоставленные коммунальные услуги? На самом деле, если же услуга не оказана, то в любом случае ее можно заактировать в определенный момент. То есть, первый вариант, это если же, допустим, отопление дали не тогда, когда нужно, а с таким большим оттяжением, но прислали сумму за полный месяц, то мы все-таки приглашаем или представителя управляющей компании, что маловероятно, что он придет заактировать. Тогда люди сами приглашают двух соседей и актируют данные, не оказанную им услугу, то бишь электроэнергию или по статьям отопления. То есть, исполнение это касается также 176-го федерального закона, который вступил в силу в июне. То есть, некоторые из этого закона уже существуют. И хочу напомнить, что именно доказать то, что услуга не оказана, было еще, по крайней мере, до этого. То есть, до 176-го закона вообще можно было и раньше доказать, что услуга была не оказана. Я понимаю, что форма компенсации теперь управляющей компанией на третьей, если не ошибаюсь, тарифы будет компенсировать. Ну да. Вы говорили об акте. Как его составить? Есть ли какие-то формы или это свободная, произвольная форма? Свободная, произвольная форма. То есть, за какой-то период времени определенный. Мне не была оказана некая услуга за такой период времени. И подавая этот акт, мы направляем письмо руководителю управляющей компании и просим, что, пожалуйста, просим вас провести перерасчет за данную услугу. Потому что она мне за полмесяца не была указана. То есть, по датам. Ну, акты должны быть расписаны. То есть, сам жилец и два соседа. Ну, у нас приходят вопросы к нам на почту. Помимо ваших звонков, можете присылать свои вопросы на почту нашей телекомпании. Так вот, вопрос, как мне кажется, по теме программы. Пишет нам Елена, проживающая по адресу Ибрагимова, 45, 3-й подъезд. Тема сообщения. Холодно в квартире. Из ЖКО приходили, но мер не приняли. Мы так в одежде и спим. То есть, по сути, жилецам необходимо для начала, наверное, доказать, что в квартире действительно холодно. Ну да. Чтобы нормативы были соблюдены. Нужно смотреть тоже, какой этаж, на каком этаже они проживают. То есть, ну, это, конечно, не суть. Может быть, это и первый, и последний этаж. Может быть, что-то связано и с трубами, и со стояками. Ну, как поступить Елене? Давайте мы ей дадим совет. Так, ну, по-любому нужно обратиться в управляющую компанию. Но, по-видимому, она обратилась. Даже если из ЖКО приходили, по всей видимости. Да. Если же услуга, все-таки, ничего не было не решено, то нужно все-таки обратиться в государственную жилищную инспекцию. То есть, с данным вопросом. Ну, это, я считаю, ситуация аварийная. Потому что уже зима, то есть холодно, нужно среагировать быстро на данный вопрос. То есть, непонятно, по каким причинам. И какая-то управляющая компания, что она не среагировала на данную ситуацию. То есть, обоснование тому, что, мол, ничего сделать невозможно, это не ответ. Все-таки принятие решения какое-то имеет место. Люди же не должны включать свои радиаторы и сжигать электроэнергию. На том есть статья отопления. А по отоплению такие же деньги платить. Но если же жилищная инспекция все-таки какое-то предписание вынесет управляющая компания, управляющая компания тоже должна среагировать. Но, опять же, здесь нужно разные механизмы искать. То есть, решение вопроса. То есть, также заактировать непосредственно. Да, получилось немного путано. Все-таки, Елене, необходимо пригласить соседей, составить акт. И с этим актом куда нужно обратиться? Так, но в управляющую компанию. В свою управляющую компанию. Да, если же управляющая компания все-таки ничего не сделает, вообще ничего, то тут же личная инспекция. Но я просто считаю, что вопрос здесь срочный. То есть, реагирование должно быть быстрое на данный вопрос. Ну, давайте тогда перейдем. Просто неудобно спать в одежде. Ну, конечно, да. Я в любом случае думаю, что это уже нарушение нормативов. Итак, ну есть еще вопросы, которые приходят к нам на почту. Давайте прочтем. Гузель, проживающая по адресу Парина, 16, пишет нам. Посоветуйте, куда обращаться. Дома плесень по 4-7 лет. Встречаем зиму с разбитыми окнами в подъезде. Новая канализация, которую в этом году заменили, уже текут. Куда только ни обращались, везде отписки. Качество предоставляемых услуг на 30%, а оплата, естественно, на 100%. Очень просят прочитать это сообщение. Итак, плесень, разбитые окна в подъезде, канализация течет. Что касается вопросов плесени и канализации, то здесь нужно обращаться в Роспотребнадзор. Я не знаю, по какой причине данный вопрос отписан. Ведь Роспотребнадзор всегда отзывчиво относится к жалобам, касающиеся их направления. То есть они всегда быстро вносят какое-то реагирование на данный вопрос. Что касается стекол, здесь же вопрос идет в том, что текущий ремонт, когда по плану в доме. То есть тут опять же нужно... Я думаю, что что касается ремонта, нужно собирать собрание здесь. То есть если же людей волнует, что на этажах стекла разбиты, ремонт какой-то, нужно собраться в собрании и уточнить, по какой причине у нас текущий ремонт не происходит. А может он был. Потом может быть капитальный ремонт. То есть вот в таком плане. Но для этого необходимо куда брать? В саму управляющую компанию? Да, в саму управляющую компанию. Управляющую. Хорошо. Тогда еще один вопросик, еще одно сообщение. Улица Айтматова, дом 11, квартира 224. Пишет там Гульнас. Нет тепла, боремся с управляющей компанией. Лифт не работает. 15 этаж, тяжело им подниматься. Это Ростехнадзор не принимает, как могли сдать такой дом. То есть тут две проблемы налицо. И холодно дома, и еще и лифт не работает, а жильцы 15 этажа. Вопрос в том, дом новый или нет, во-первых. Если взять в пример дом, надо знать, люди заселены в доме практически. 51% жильцов должны быть заселены, чтобы лифт мог быть запущен. То есть вот в таком плане. Я лично проживаю в том доме, лифт не был запущен, пока акты принятых работ со строительной фирмой, которая непосредственно занималась продажей квартиры, акты, если бы подписаны будут, то людям запускается лифт. То есть вот так, в таком плане. То есть вот здесь надо знать. Но хотя и другая сторона здесь есть. И непонятная причина, почему лифт не запущен, если же жильцы все живут. Значит, тут стоит вопрос в том, что он не идееспособен. То есть куда все-таки, значит, сейчас, может быть, собирают деньги на капитальный ремонт, и хотят этот же новый лифт заменить, тоже вот вопрос. Может быть, лифт уже изначально был не такой. Непонятно, здесь много очень вопросов. Ну вот написано, что в Ростехнадзор они вообще обращались, их там не принимают. Правильно ли вообще по адресу ли они обращались? Или им нужно обратиться там в ту же жилищную инспекцию? Ну, в жилищную инспекцию надо, конечно. Это же тоже относится к имуществу дома все-таки все равно. Понятно, что лифтовые организации, да, но это же тоже, люди же как-то должны тоже передвигаться. То, что там уже до седьмого этажа-то тяжело пешком подняться. Ну а до пятнадцатого, два раза больше. Ну, то есть посоветуем Гульнас обратиться в жилищную инспекцию. У нас есть голосование в нашей группе ВКонтакте, также мы сегодня спрашивали наших пользователей в группе ВКонтакте, как часто в их квартирах случаются перебои с теплом, светом или газом. Три варианта ответов. Довольно часто случаются иногда, и не помню, когда это было в последний раз. Так вот, случается иногда пока 42,2%, пока лидирующий ответ, но радует, что и есть те, кто не помнит, когда это было в последний раз. Их, в принципе, тоже немало. Итак, что все-таки делать тем, у кого это случается? Мы уже посоветовали обратиться в управляющую компанию. Да, все всегда нужно начинать с обращения в управляющую компанию. Просто некоторые, в некотором случае берут, сразу напрямую пишут президенту или так далее. То есть все равно нужно жильцу сначала обратиться непосредственно в ту компанию, которая его обслуживает, управляет. На то, по тем простым случаям, что мы за это платим. То есть и нам должна данная услуга оказываться. То есть как в опрессовке тепла, когда они подготовятся к отопительному периоду. И также на данный момент, когда отопление уже в домах существует. А дальше уже, как говорится, по лестнице выше. Ну давайте тогда перейдем к другой теме. Это тот орган, который должен стоять на страже интересов собственников жилья. Это совет многоквартирного дома. Термин употребляется часто, не все понимают, что это такое. Давайте немного подробнее расскажем об этом. Совет многоквартирного дома – это группа заинтересованных граждан непосредственно. Которые грамотные в сфере ЖКХ, ну отчасти. То есть может быть пенсионеры, то есть может быть молодые мамы. То есть кто непосредственно свободен и может заниматься этим. Может кто-то вечерами. Совет многоквартирного дома может быть избран только на общем собрании. То есть на общем собрании совет многоквартирного дома избирается. Избирается председатель совета многоквартирного дома. И путем этого решают наибольшее количество вопросов, связанных с домом, в котором они проживают. Один дом, один совет. То есть больше советов не может быть. И советы создаются только там, где управляют управляющие компании. И происходит непосредственная цепочка взаимодействия директоров управляющих компаний с председателями Совета многоквартирного дома. Количество членов Совета многоквартирного дома может быть не ограничено. Так же, как председатель может назначить кого-то ответственным за подвал, за снятие счетчиков, например, за состояние того же благоустройства территории. Вот как раз 176-й федеральный закон, который летом, и сейчас вот эти поправки, которые там есть, вступили в силу, что Совет дома может быть принят на платной основе. То есть сколько-то копеек с квартиры, с квадратного метра можно принять в фонд оплаты труда именно Советом многоквартирного дома, как вознаграждение. Но скажу из практики, что люди на это не идут, так как считают, что мы и так платим за управление живым фондом. Да, и странно, что помимо управляющей компании придется платить еще больше. Кто-то управлял вашим домом. И процентов, наверное, 90, если и существует Советов, то они на бесплатной основе. То есть где-то, если практика есть хорошая, то они делают на плате. Итак, у нас висит звоночек, давайте мы ответим на вопрос телезрителя. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, это жительница Белинского, 5, квартира 44. Вот такой вопрос у меня. Вот дело в том, что у нас батареи иногда бывают они очень горячие, а иногда просто теплые. В связи с чем это происходит? Иногда, допустим, в прошлую зиму у нас вообще очень холодная зима была. Сейчас вот только началось. То есть даже день бывает очень горячо, а иногда просто тепло. И дома холодно. Вот я допустим... Ваш вопрос нам понятен. Спасибо большое. У нас есть и комментарии в группе. Здесь у нас Виталий Куликов написал, что с теплом без перебоев, его вообще у него нет. То действительно бывает так, что температура в батареях меняется, от чего зависит. Это установлен узел погодного регулирования. В подвале установлен счетчик, вообще домовой счетчик тепла во всех домах практически. И стоит узел погодного регулирования. То есть, когда на улице вот сейчас плюс один, то в квартире могут быть такие тепленькие батареи. Но он должен быть все-таки правильно настроен. Может быть, в некоторых домах он неисправен. Надо проверять обязательно. Потому что бывает, что плюс пять, но все равно же ведь плюс пять, плюс четыре, плюс три. Спать-то холодно бывает. Но все равно в узел погодного регулирования батареи делают теплые. То есть, бывает, что минус пять, минус семь, оно же начинает горячее, горячее, горячее. Там, где нет узлов погодного регулирования, то есть батареи всегда как кипяток. То есть, горячее от них прямо парит. Там в хрущевках, допустим, или где-то. И, ну вот, это и есть ответ на вопрос. Да, я думаю, что мы подробно ответили на вопрос телезрительницы. Напоминаю, телефон прямого эфира 511-99-66. Звоните, задавайте свои вопросы. А мы продолжим обсуждать совет многоквартированного дома. Хотелось бы понять четко функции, которыми он обладает. И, насколько я понимаю, совет должен быть ведь избран в каждом доме. Это прописано законом. Да, по 161 и 1 ЖК РФ. Даже уже сейчас на 15-й год. И ряд полномочий, которые имеют члены. То есть, они могут отслеживать работу управляющих компаний. Как они ведут обслуживание в плане уборки территории, вывоза мусора. То есть, допустим, мы договорились, что вывоз мусора определенное количество дней, а другое. То это непосредственно уже, это ошибка управляющей компании. Совет непосредственно может уже с ними опять взаимодействие вести. Ну, то есть, ну, как бы вы нарушаете свои вопросы. Также, если же председатель Совета многоквартирного дома имеет такую полномочию, как на доверенности, а участвовать в судах собственников. То есть, вот какие-то вопросы, если возникают. Вот. Потом сам вот этот Совет может инициировать собрание. То есть, так же собрание, поднять какой-то вопрос, решить. И непосредственно вот эту всю работу по его организации. Вот опять же, вернусь к 176-му федеральному закону. У нас позволяет сейчас проводить. Есть же очное собрание, заочное. Сейчас еще можно делать очное-заочное. То есть, вот, и непосредственно Совет вот этим будет заниматься. То есть, заказное письмо она правит, что будет собрание. Все, всю эту работу провести. И мы, как Центр общественного контроля, вот сейчас такую работу стараемся вести. Так непосредственно занимается и город этим созданием Совета многоквартирных домов. И мы непосредственно консультируем по созданию. Потому что люди приходят на консультации и говорят, мы хотим создать Совет. Ну, мы вот ведем работу и так же обучаем вот этих людей, чтобы они были грамотными во всем. Итак, Дмитрий, у нас есть еще один дозвонившийся. Продолжим эту тему обязательно после вопроса телезрителя. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. А вот я вам сейчас скажу, да, вот передо мной женщина звонила, да, сказала, что прошлая зима была холодной. Это неправда. Это за всю зиму, может быть, дней 20 было, градусов минус 20. Это зима была теплая. В данный момент уже полтора месяца, считай, ориентировочно у нас погода в среднем держит 0 градусов. А почему оплата за отопление возросла в два раза? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Хорошо, спасибо. Большой вопрос ваше понятен. Почему возросла оплата за отопление? Вопрос телезрительницы. С 1 октября мы перешли на оплату по факту. То есть раньше мы платили по 1,12, равными долями на 2012 год была сумма определенная для каждой квартиры. И по истечению года мы платили перерасчет. Очень много проблем было, вопросов с этим. То, что у кого-то большие суммы, у кого-то, ну, очень много недовольств было в январе 2015 года. И решили все-таки принять, считать по факту. То есть сейчас в ноябре люди получили новые платежки. И максимум, который может вырасти за отопление, это 9%. То есть зато мы будем платить сейчас 8 месяцев. То есть летом мы не платим. Но как бы летом мы должны копить на то, чтобы оплачивать зимой. То есть мы же не знаем, какая все-таки погода будет. Ну, говорят, что будет теплая погода. Но все-таки холода-то ожидаются. И то есть сколько, вот если счетчик стоит, вот этот, сколько в дом поступает тепла, распределяется квартирно. То есть каждый месяц разная сумма. Зато перерасчета не будет, это удобно. То есть сейчас очень выгодно вот это иметь, чтобы был счетчик общедомовой. Там, где нет счетчика общедомового, расчет идет по нормативу. Для разной квартиры, для разного дома по-своему. То есть определенная формула, определенный объем дома, отопливаемая площадь. Из этого исходит расчет и тоже происходит вот это на каждую квартиру. Но здесь нужно иметь в виду, что если человек, живущий в доме, где считается по нормативу, не уверен в том, что ему начисляется такая сумма, он может спокойно запросить у управляющей компании формулу расчета, где он путем своего собственного подставки чисел может понять, на самом деле платит правильно он или нет, исходя из тарифа. Ну, отвечая на вопрос телезрительности, хотелось бы просто еще раз пояснить, что изменилась сама система оплаты. Поэтому поменялись цифры платежных документов. Да, у нас есть еще один звоночек, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, говорите. Вот у нас прошел капитальный ремонт дома, да? Да, поменяли трубы, поменяли все. Ну, только отопление не меняли. Но у нас на кухне сказали, что это чуть теплая вода идет, чуть теплая. Там, говорит, насос надо менять, ой, ставить. А почему не ставят? Все завтраками кормят. Я инвалид второй группы. Вот меня вот это вот интересует. Адрес какой-то? А вы, да, подскажите, пожалуйста, адрес по какому вы проживаете? В Зорге. На Зорге проживаете, хорошо. А куда вы обращались уже? За 40 лет один раз ремонт делали. За 40 лет. Так, хорошо, ваш вопрос понятен, да, остается не так много времени просто, но требуется замена какого-то оборудования. Как это определяется, где прописывается этот график, как можно взаимодействовать с управляющей компанией по этому вопросу? Ну, все-таки, по-видимому, управляющая компания обязана уже было давно заменить. Непонятно, по каким причинам она это не сделала. Просто здесь надо уже, опять же, жилищную инспекцию подключать, да, на работе. Ну, или к нам обратиться с этим вопросом. Да, думаю, вопрос достаточно сложный. Давайте посоветуем вам обратиться. Потому что так просто... Дмитрию, да, а вы уже разберетесь, подскажешься телефон, по какому можно с вами связаться? 236-29-97. 236-29-97, позвоните, и центр ЖКК-контроль возьмет ваше дело на контроль. А у нас есть еще один звонок, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с момента заселения дома, дом был сдан в 2000 году, регулярно, с года в год, холодной батареи. Я слышала, что создаются комиссии по устранению всех этих неприятностей, и можно обратиться в суд. Вот подскажите, пожалуйста, как это сделать, чтобы получить компенсацию? И можно ли в доме, который был сдан в 2000 году, установить именно по квартирной счетчике? Да, спасибо большое. Можно ли получить компенсацию за те годы, когда люди не платили, и как-то доказать факт того, что в квартирах действительно было холодно? Ну, здесь вопрос немножко непонятен мне. Потому что живут они в самом начале с этого дома или нет? То есть срок давности это все равно же 3 года? Ну... По компенсации суммы. Да. Вот. Ну, тут опять нужно подсмотреть по бумагам. Так просто сразу схода не скажешь. То есть тут же разные моменты могут быть. Вопрос серьезный. Ну, допустим, телезрительница, как я уже говорил, она с 2000 года, допустим, проживает в этом доме. Долгие годы у них не было нормального тепла, отопления в доме. Можно получить компенсацию за предыдущие годы, не имея актов на руках за те ситуации? Ну, получается, что нет, потому что надо было все-таки как-то подтверждение иметь. И проблема здесь еще в том, что поквартирные счетчики тепла тоже сейчас устанавливают, но в некоторых домах, во многих, они не работают. То есть потому что ссылается на то, что дом в доме не проживает определенное количество человек и невыгодно начислять по отоплению. Но нигде не написано об этом, что по счетчикам не брать. Ну, тогда зачем в доме уже изначально они стояли? То есть там вертикальная разводка, все горизонтально. А кто определяет, что мы не будем брать по счетчикам, которые стоят в квартирах? Кем это определяется? Ну, законом это нет. То есть вот 261 закон есть, установки всех счетчиков энергетических ресурсов. Все, они должны работать. То есть просто непонятно по каким причинам управляющая компания просто не снимает с них и все. У нас остается буквально несколько минут. Хотелось бы еще вернуться к теме советов многоквартирных домов. Как он избирается? И если вы недовольны деятельностью нынешнего совета, как его переизбрать? Ну, избирается на общем собрании. То есть на общем собрании. Сначала инициативная группа людей образуется, они сами инициируют то, что собрание это. То, что нас будут избирать на совете многоквартирного дома. Непосредственно, кто хочет этим заниматься, нужно открыть жилищный кодекс. Его нужно все-таки смотреть иногда, кто хочет заниматься вот этим ЖКХ в доме. Потому что бывает, что люди некомпетентны в своих вопросах. То есть обязательно ознакомятся с теми правами, которые можно не превышать то, что написано в жилищном кодексе. То есть я хочу сказать, и инициируют собрание, тоже 51% голосов избираются, что вот это будет у нас председатель совета многоквартирного дома, это будут члены. Членов может быть большое количество. Главное, чтобы они были заинтересованы в этом. И они непосредственно ведут данную работу. Также они могут выносить вопросы разного характера. Так же, как и смена управления. Может быть, совет создаст и уйдет в ТСЖ. То есть это по-разному. И также те же проблемы, связанные с договорами между собственником и управляющей компанией, тоже предложить какой-то свой проект договора. Ну и непосредственно, если у меня появляются жалобы, я не иду сначала в управляющую компанию. Я сначала поговорю с советом дома, с председателем. Все. А потом уже дальше. То есть порядок действий должен быть именно такой. Сначала нужно обратиться к самому председателю, а потом только уйти в управляющую компанию. Ну это лично моя инициатива, потому что главное, чтобы люди инициативные были в этом плане. Ну понятно, что мы оплачиваем за жилищные услуги. Ну понятно, но по-другому, если никак иначе нельзя поступить, то должны иметь место создание таких советов многоквартирных домов. Ну тем более, что у советов достаточно широкие полномочия, и пользоваться этой возможностью нужно обязательно. Ну и подводя итоги нашей программы, общались мы про тепло. Еще раз расскажите порядок действий, если у вас дома холодно. Проговорим еще раз буквально для телезрителей все нюансы. Если же услуга была не оказана в надлежащем качестве, в надлежащем количестве по электроэнергии, по теплу, это можно заактировать, пригласив или представителя управляющей компании, или непосредственно двумя соседями, пригласив двух соседей, написать акт и тем самым записать это. Также непосредственно можно сослаться на 157 закон ЖК РФ, в котором говорится о том, что если же услуга не оказана, то ее можно по-любому доказать, исходя из постановления правительства РФ. На этом поблагодарим вас за участие в нашей программе. В очередной раз ответили на вопросы телезрителей. Будем ждать вас в следующий раз. На этом мы прерываемся. Это была программа «Главные новости». Смотрите нас по будням. В студии был Тимур Рага. Всего доброго. До свидания.